Ну что, начнём тогда? Да, пожалуйста. Для начала давайте разберёмся, откуда берётся электричество в наших домах. Я думаю, что многие пользователи проходили школьный курс в институтах и в частном порядке изучали этот вопрос. Вот я открываю наш любимый источник в Википедии, электростанции. Их у нас много, но основные у нас это атомные электростанции, газовые электростанции, гидроэлектростанции, ну и, конечно же, в частном порядке ветроэлектростанции и солнечные электростанции. Солнечные электростанции у нас любят ставить богатые люди, у кого есть сумма вот несколько тысяч долларов и конечно же они ставят начнем вот с атомной электростанции в чем суть самой электростанции этой краткий вот обзор вот смотрите здесь очень хорошая такая картинка непосредственно стержни графитовые вставляется чтоб происходила или реакция распада урана и здесь идет обогрев воды ну и за счет вот этого обогрева воды начинает включаться идет прогон воды и там стоят очень мощные турбины после этого с них снимаются этой турбину как видно на генератора электричества и поставляется это все в город гидроэлектростанции аналогично но только здесь уже природная используется стихия вода искусственно конечно выставляется барьеры прогоняется поток воды но они как бы больше включены как дополнительные основные у нас являются атомные и тепло станции но учтите то есть самое интересное что любая эта станция вот из этих трех гидроэлектростанция атомная ветроэлектростанция они используют обычный мотор электромотор давайте рассмотрим так ну по сути как бы мотор сам себе представляет якорь и внешнюю обмотку то есть здесь идет взаимодействие магнитов их полей и непосредственно обмотки то есть он может выдавать электричество так и управлять электричеством но мало кто из вас знает и мало кто знает вообще принцип почему именно появляется у нас электричество вот в интересные там водки то есть откуда получается такое количество тока которая идет по проводам и приходит в наш дом к сожалению тут есть у нас еще одна особенность этой системы мы не знаем что такое ток сам по себе но если он может управлять непосредственно включать лампочки то есть он может включать двигатель он может но электродвигатель он может включать нам печки можно его назвать и веществом электро веществом как любят говорят говорит юрий степанович рыбников он конкретно высказывает свое мнение и в разрез другим теориям он пытается как-то это все собрать в одну кучу возьмем как бы за пример его взгляд что это электро вещество в чем же проблема вот этих всех систем здесь здесь непосредственно вот окна там электростанции нужен уран чтобы найти добыть и скажем так на цифру центрифугах обогатить это нужна технология то есть целая мощность структура государства кстати урановые руты и добывают и по сей день но мой под ну как мы позволить себе такое не можем грубо говоря раньше это строили наши дедушки бабушки родители эти станции но теперь они относятся к частным компаниям в основном областным городским государственным но я думаю что рано или поздно они станут скажем так уйдут в частные руки гидроэлектростанции то же самое как и шушенская электростанция вот без который находится в днепропетровске запорожье под киевом они тоже уже практически полу частные компании и соответственно как вы видите тарифы будут очень сильно расти но аналогично гидроэлектростанции витроэлектростанции они вот требуют очень большую затрату материальную и в чем проблема всех этих электростанций они требуют специализированный персонал очень сложную систему настройки и большие ресурсы конечно очень много денег на это уходит и конечно же вам никто частном доме не разрешит поставить атомную электростанцию потому что она по закону опасно гидроэлектростанции конечно тоже потому что это монополия ветра электростанция она зависит от ветра и мачту вам тоже вряд ли разрешат поставить остаются вот скажут многие вот солнечные электростанции вот их ставят на крышах домов но вы не забывайте что там есть электроника которая не стабильно ее тоже нужно обслуживать но при этом многие забывать есть еще аккумуляторы срок жизни аккумулятора который сейчас у нас продается на рынке свободном доступе тот же машина аккумулятор при активном использовании 23 года и опять же солнечные электростанции очень сильно зависят от солнечной погоды и она только в основном используется как дополнительная система вспомогательная от основной сети как известно просто в обычном доме нам нужно 11 до 11 киловатт для того чтобы к 11 киловатт час чтобы обслужить дом чтобы у вас вы могли включить чайник посмотреть телевизор ну и включить другие электроприборы которые вам необходим давайте я открою экран солнечная энергетика и конечно у них есть карта где оптимально применяется эта система это конечно же африка южная америка юг северной америки австралия но опять же вот уже субтропики и уже более северные страны и южные они не могут себе позволить радость как используя солнечную электростанцию и кстати по сборке на минутку я вчера купцов был он же из долгопрудного смотрел находится а там чуть дальше по дмитровке там разработчики такой звездной батареи слышала такой звездной батареи нет не слышал она намного мощнее чем солнечном 3 и уже давно создали ее не пропускать продажи вообще много чего создают я сам создавал от реки можно взять электромотор лопасти на него дети будет крутить на него инвертор присоединить фильтр сетевой чтобы упрямлял дел 160 вольт 220 полноценные и будет давать энергия постоянно вообще можно два электромотора подсоединить и фазы минус минус на плюс и полярный кондилер который тоже опять же будут без топливной электричества сейчас же столько всего есть но почему-то все плячут от людей люди создают вот соседи а я соседям горит то что есть мне такая штука они не верят не горит я им показал горитва почему ты не запатентуешь вообще игру но если все это сделать это черева то сразу же будут искать с тобой ну тебя размазать захотят сразу по стене там потому что я буду как враг это что я их не корм забираю ну мы тут подходим вот я понял твою мысль смысл такой еще раз спасибо что ты меня даже чуть поправил смотрите все вот эти станции атомные гидро ветра солнечные они зависят их то внешних условий то есть вы его не можете поставить не продано то есть гидро вам нужен ручеек хотя бы какой-то и желательно частных по той причине что могут его разломать или нужно про к нему проводить механизмы вот ветра энергетика опять же это надо ставить только там где хорошая роза ветров тут очень много таких моментов я пытаюсь слушать или привести к тому что любой генератор который должен стоять в частном порядке он практически должен легко устанавливаться легко служится и он должен быть легким и вы сами можете его отремонтировать если что-то не то его устройстве ну тогда уже давайте ближе к вопросу да вот я искал стационарные генераторы электричества которые распространены в интернете генератор фибоначчи вы можете вбить в поиск и увидеть много видео о том же канале ютуба сделан как виде кругового генератора его изобрел итальянец но к сожалению принцип его работы он как бы не раскрывает точнее секрет любого этого генератора в том что за счет как он настраивается вот в как раз особенности настройки этого генератора очень важны про что очень часто умалчивать многие авторы второй пункт это у нас капанадзо в грузии разработал на катушках тесла систему и вот у него встроены так как бы генерирующие устройства импульсов у него является искровить но тоже к сожалению он ничего не раскрывает не говорить не описывает он пытался продавать продать турецкому правительствует генератор очень много таких видео его но суть он тоже его не раскрывает и вот остановимся на третьем авторе который очень часто нам попадался то есть мне по крайней мере попадался в интернете и вот он лучше всех раскрывает вопрос самого генератора объясню особенность этого генератора во первых он небольшой то есть он по сути размером может быть до метра ну а по сути 80 сантиметров высоту высоту он где-то сантиметров 20-30 по сути это даже с коробкой ну и соответственно в ширину он где-то сантиметров 40-50 то есть зависимости как вы его соберете и он легкий ничего для него не требуется только вот катушки обычные микроэлементы которые вы можете купить на рынке и он все прекрасно объясняет его работы то есть дублировали такие авторы как колобухов и другие то есть вы можете найти их в интернете и они спокойно рассказывают как это все собирается и самое интересное это устройство очень легкая но не занимает много времени но есть только одна его особенность это заземление у него должна быть хорошо настроенное заземление скажем называть ее так называем нога от которой отталкивается генератор на определенных частотах его нужно настраивать для вот этой системы кто будет вам собирать нужен генератор для настройки и само съемное устройство осциллограф чтобы можно было просчитать чистоту и сложение импульса давайте сейчас я покажу как выглядят примерно картинки то есть первое то есть часто найдете daily такие надписи это уже переделаны это уже руслан делал здесь вы можете рассмотреть на чем она собрана какие конденсаторы используются какие диоды настроечные резисторы где вставляются основная основная как бы скажем так приемная антенна и генератора вот эта катушка грубо говоря туда уходит около 80 метров цельной медной проволоки генератор то есть у нас вот у нас есть генератор качер и вот нога вот земля основная которая здесь очень сильно выделена давайте другую пробуем рассмотреть картинку сейчас мы просто все сразу так поехали вот это его картинки изначальные акула 0083 здесь у него нарисованы импульсы как они должны сходить на водной генераторе и вот он практически здесь попытался вложить все в описании если вам непонятно непосредственно как наматывается катушка тоже очень есть много видео конечно подольше придется поискать вот у нас еще его одна работа одна из ранних то есть более упрощенного варианте как видите здесь включается несколько ламп но по сути тут у нас тысячу насколько у нас еще 100 тысяч 100 киловатт по сути на выдаче но это как бы одно из минимальных вообще люди собирали 2 киловатта при не очень качественные настройки это появляется у человека с опытом и дальнейшем но все хотят 11 оптимально некоторых более опытных скажем так пользователей то у них получалось настраивать на 6 киловатт на выдачу давайте посмотрим следующее вот фотография общая как она выглядит по сути на доске катушка обмотана вокруг трубы трубка пластиковая конечно же вот так они называют так скажем основной моток устройство это граната потому что она очень похожа по структуре своей на какую-то гранату потому что они потом удаваются отравится очетверяется но конечно же длина самих вот отрезок сами самой намотки начинает уменьшаться вот тут тут у них тройный фирейт здесь он тоже как бы по-своему собирается тоже очень много данных в интернете дальше это уже топ руслан тоже можете как бы найти данный источник так дальше практически много схем советую как бы открыть все и они каждая одна другую дополняет вы можете за счет них модернизировать искать свою скажем так аппаратную базу точнее ну да аппаратную базу можете подбирать свои диоды подбирать любые схемы дальше что-то как бы интересно и уходисты но практически вот основная схема которая встречается на интернете забиваете акула номер 83 или на ю тубе голубок и вот он начинает рассказывать как это все работает но советую еще искать и других авторов они очень хорошо дополняют то что непонятно даже не электронщику как подключать как лучше настраивать эти схемы и все конечно сейчас зададутся вопросом все же как же работает это устройство за счет чего бред это не может быть на все просто у нас вот видите есть электромотор то якорь сердечник обмотка полюса щетки коллектор опять же то есть когда мы крутим вот этот якорь по сути мы его начинаем раскручивать и потом уже с его молоток начинаем снимать электричество какой она там постоянно это зависит на или там переменная или трехфазно это уже зависит как уже собрали какая конструкция подключения но сути остается та же откуда же наберется но мы забываем что здесь особенность любого устройства это магниты магниты которые имеют электро скажем так внешне электропоре поле в отличие от любого другого материала здесь она у них очень сильно и представим что вот якобы она загоняет вот это электро вещество электрозаряд вот то же самое делают вот эти вот и устройства они работают грубо говоря как дамп рад за счет того что мы к сожалению я не подготовил именно картинку сам саму это гранат но суть такая сейчас даже на мелком суть такая за счет того что опорный сигнал идет от земли начинает раз разбивать скажем так внешнее поле как известно ранее добывали и могут сейчас добывать поле за счет электричество за счет разности высот то есть здесь она просто как бы начинает разгоняться и потом резко отпускается и внешнее поле пытается вернуться в свое положение и за счет вот этого импульса на других обмотках начинает снимать вот это избыточное электричество часть электричества основная часть идет на потребителя то есть на лампочки чайник и так далее остаточная пытается точнее не пытается а делают обратную связь, чтобы снова создать этот импульс. И все. Ничего тут сверхъестественного нет. Советую всем слушателям искать именно схему первоначальной акулы 0083 и далее вы найдете все остальные. Почему вы скажете не собирают в частном порядке и не продают, лишь и уже ответят. По какой причине? Если вы сами пытаетесь это кому-то продать, это уже проблема. Потому что вы уже начинаете косвенно нарушать законодательство. Поэтому эта вещь якобы не запатентована или потом окажется, что она запатентована. Всем советую создавать самим. Если вам действительно очень надо, ну тогда договоритесь с знакомым электриком и с ним собирайте эту схему. Желаю всем как бы успехов в поисках. Кого эта тема заинтересовала, конечно же, будут искать. Кого нет, тот уже, конечно, может проигнорировать этот ресурс. Все. Всем спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...